В регионе завершен северный завоз топлива в село Округа. Впервые за 14 лет все виды энергоресурсов поставлял один подрядчик – Ненецкая нефтяная компания. Об итогах опережающего завоза в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Компания по опережающему завозу топлива в населенные пункты округа стартовала еще 27 мая. За весь период ее прохождения в округ было доставлено более 20 тысяч тонн каменного угля, более 7 тысяч кубометров дров, около 12 тысяч тонн нефтепродуктов, общая стоимость поставляемого в текущем году топлива составила почти полтора миллиарда рублей. На сегодня компания по опережающему завозу топлива завершена, по крайней мере, практически ее часть. То есть все виды топлива по местам, куда им положено, подрядчик доставил. Сегодня идет оформление документов. Небольшие нестыковки в полученном объеме угля по каратайке. Это сейчас подрядчик с заказчиком утрясают, но это не скажется на общем результате, то есть там цифры несущественные. Поэтому в общем и целом можно сказать, что компания завершена, завершена в положенный срок. Что касается качества дизельного топлива, то его отдельно исследовал и принимал Север-Жилкомсервис. Нареканий у жителей региона к данному виду топлива нет. Также нет нареканий по качеству угля. Многолетний опыт показал, что поставки данного вида топлива с определенных территорий Хакасии и Кузбасса идеально подходят для использования. У нас были сбои по дровам. Я также повторюсь, как и в предыдущем интервью, что это дрова. То есть население должно понимать, что это не деловая древесина, это дрова. На нее есть свой ГОСТ. И этот ГОСТ говорит, в частности, о том, что у определенных единиц дров гниль может быть до 40%. И такой древесины должно быть в поставке в партии не более 10%. Ну то есть гниль допустима. И это, повторюсь, это не деловая древесина. Это не для строительства каких-то там хозяйственных построек. Это топливо. Все вопросы по качеству дров регулировались на месте. Нареканий у жителей сел больше не возникало. На сезонные пункты муниципального образования Пустозерский сельсовет Нениско-автономного округа в рамках Северного завоза в июле текущего года было доставлено твердое топливо для организации и населения. Также поступило топливо и для ДЭС в Оксино, в Хангуре и в Каменку. Приемку топлива осуществляли работники жилищно-коммунального участка Оксино, муниципального предприятия Заполярного района, Север-Жилкомсервис. Жалоб на качество топлива от жителей в адрес администрации муниципального образования не поступало. По словам заместителя главы администрации Заполярного района Олега Холодова, данный опыт по объединению всех видов топлива в один лот при проведении торгов будут использовать и в последующем. Для нас это была немножко новая компания, поскольку все виды топлива завозил один подрядчик. Это нам удобнее в нескольких отношениях. Во-первых, с одним подрядчиком удобнее всегда работать, а во-вторых, это подрядчик Нинецкая нефтяная компания, то есть окружная компания, что добавляет уверенности в положительном исходе всей этой компании. По итогам конкурсных процедур договор на поставку энергоресурсов был заключен с акционерным обществом Нинецкая нефтяная компания. Так как это было впервые, сотрудники столкнулись с некоторыми трудностями. В том числе, конечно, и для нас определенные трудности доставила коронавирусная инфекция, которая началась у нас весной. У нас немножечко задержались поставки энергоресурсов в наши порты отгрузки. Это Архангельск и Санкт-Петербург. Ну и, соответственно, немножечко позже мы начали северный завоз. Тем не менее, за время нашей доставки мы этот срок нагнали и закупили северный завоз вовремя. В этом году у нас еще немножко подвела нас погода. Меняются природные условия. В этом году были реки не так многоводны, как обычно. У нас отмечаются некоторые отмели. Были отмечены также низкий уровень воды в реках. Это тоже немножечко усложнило нашу работу. Но, тем не менее, мы все завезли в сроке. В роли поставщика Нинецкая нефтяная компания намерена заявиться и на следующий год. Также в этом году мы значительно смогли сократить время доставки морским путем, потому что мы повезли одной партии топлива из Санкт-Петербурга морским путем по нашему побережью. И мы планируем в следующем году также принимать участие в северном завозе. Также, так назовем, полным пакетом. То есть, если будет такой лот, где будет и топливо, и уголь, и дрова, конечно, мы примем участие, потому что у нас после пятого года уже доставки по округу еще более правильно выстроена схема логистики. И мы все сделаем также в сроке, как обычно. Северный завоз – это комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Нинецкого округа жизненно важными товарами. Прежде всего, топливными ресурсами в короткий период заполярной навигации. В первую очередь груз везут по малым рекам, а затем по морю. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.